всем привет привет ребят никогда не угадайте куда мы идем сегодня мы сегодня идем на бои без правил вот так вот нас нелегкая занесла я как полный пацифист мне даже интересно самому проверить свои ощущения чувства увиденного но так как у нас здесь есть некоторые идеи с ребятами с проект мутить поэтому нам нужно прийти посмотреть как тут что работает организовывается и тому подобное поэтому мой это первый опыт я даже на в ю тубе никогда не смотрел подобного тут и сразу вживую но андрей в этом плане конечно более прохаваны я слежу постоянно за все боями и мне очень это нравится а сегодня нам посвятил наш друг билеты и как бы сконтачит нас с правильными людьми посмотрим что из этого выйдет с организаторами так что вы получите сразу два мнения полного профана и полу профана и полу профана и того кто кто это за этим следит так что не переключайтесь и следите так это наша афиша сегодняшнего выступления у нас сегодня 15 ноября сегодня мы уже начинаем потихоньку цепляться но когда дожди идут конечно становится намного прохладнее курточка кофточка зонтичек варит спорта билетик билетик андрей по своим билетам и у меня тоже есть то я не верю что ты прошел по билетик заходим ребятки но прикольно я сам тоже первый раз на 2 мероприятия обычно я хотел просто с нашим клубом и наши ребята там выступали когда хотел занимался а так чтобы конкретно на выступление я ни разу не ходила не был живой не видел поэтому людей не думаю что сегодня будет очень много то есть будут свободные места но это наверняка не помешает интересному выступлению которое мы сегодня увидим сколько у нас кстати стоимость стоимость 35 лет до 35 лет это где-то 6 долларов 6 долларов ну довольно дешевые так что посмотрим что будет дальше потом мы я думаю загуглим мы еще посмотрим что за бойцы чтобы немножко дать больше информации следите как для впечатления начальная я был на сотнях подобных мероприятий только не бойцовских от фестиваля поэтому ты боишься крови я не боишься но мне это противно надеюсь будет сегодня много крови когда андрей останется один будет снимать в одиночестве но посмотрим так что я пацифист если досмотрят пацифисты ребята я с вами а вы со мной будем а я за спорт потому что очень часто даже в единоборствах очень часто в единоборствах люди которые занимаются спортом они всегда уважительно относятся к своему сопернику и там нету такой войны и грязи ну на самом деле это все проходит очень мирно и хорошо очень мирно да сейчас мы будем смотреть насколько мирно это будет проходить да вот и поэтому сейчас будем в этом а рынок выводить на новый уровень турции он вообще мертвый а самом деле не просто мертвую а вот реально мертвые которые там пытаемся оживить но интересные интересные да чем больше будут такие организации как легенда или strike запустим которым мы я работал чем больше буду давать турниры такие в турции вот тем больше люди будут узнавать что это вообще такое а 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 и а а к отрибеса начинается У меня что-то очкова Очень интересный пейсбольный женаецкий футбол Чем больше не занимается Сильный аспорт Борцовский да Ага Мне кажется это в один раунд На заряду Ооооооооооооооооооооооооо Все пацанута Какая уже пассивная защита В ключ привел Красивый бой Сейчас Сверху садится Лейти джентльмен, но и реверий джач Купаньялин стоп В 4 минуты 57 секунд На раунда номер 3 Вема Технический нокаут Калшемура Касмара Класс Я тут подслушал у ребят Что ребят говорят по русски Решил у них узнать пару слов По мнению обоя Как тебе понравилось? Знаете организация вообще отличная Это, на мою память, уже третья организация в Курции, которая начинает. Но организации очень сильно, очень мощно, хорошо подготовились. Как видите, даже ведущего позвали, всеми знаменитого, Александра Загорского. В принципе, берутся двое моих знакомых в моей карте. Один из них, получается, Халил Амир. Если будет смотреть большой салам алейкуму, так же Эмрану Афизову. А так, в принципе, что касается нашей страны и нашей, как говорится, культуры, вы как раз могли ознакомиться. Мы тоже в Турции, но только мы этнические турки-месхитницы, поэтому так и по-русски говорим. Приезжайте к нам в Турцию, пощайте такие турниры. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что происходит, когда на тебе сидит 94 килограмма. Короче, ребята, закрывашку снимаем на мой телефон. Телефон качество ужасное, но в основном телефон, уже батарейка кончилась, поэтому как есть. Я после боев даже более мужественным стал, потому что у меня отросла. У меня отчетина отросла. И мышцы, покажи, там, мышцы тоже подросли. В общем, стал Андрюха себя чувствовать увереннее, да, как профессионал, короче. Уже вышел как профессионал уже, в общем. В общем, надеюсь, вам понравилось. Информацию немножко интересной донесли. В Анталии, значит, и такие события есть. Я к ним, конечно, абсолютно равнодушен. Мое мнение как пацифиста осталось прежнее. К сожалению, не получилось меня зацепить. Но мне тут спортивный интерес. Мне больше было бы интересно с точки зрения ролика какого-нибудь классного снять. Вот это мне интересно. А в целом, конечно, было круто. Да, в целом круто. Ну, я просто со своей точки зрения как пацифиста говорю. А ты? Мне понравилось. Единственное, что можно было заполнить зал до отказа. Делать бесплатные билеты. Потому что, возможно, мне хватило немножко рекламы. Людей не так было много. Но в целом, довольно на хорошем уровне прошло данное мероприятие. Ну, с этим согласен, да. Занимайтесь спортом. Становитесь звездами. И берегите себя, ребята. Короче, всем хорошего вечера. Пока. Пока.